Участники проекта «Социальный картофель» начали собирать свой урожай. Весной текущего года более 1300 малоимущих и многодетных семей из 18 муниципалитетов получили около 34 тонн семян картофеля по 25 кг на одну семью. Стоит отметить, что в этом году «Социальный картофель» стал частью приоритетного проекта Министерства труда и социальной политики региона «Шаги к благополучию». Показателем результативности является получение гарантированного урожая картофеля и обязательное оставление семенного фонда картофеля на следующий год в количестве не менее 25 кг. Таким образом, в следующем году новые семьи-участники получат соцподдержку в виде семян, а участники 2016 года высадят картофели, запасенные с нынешнего урожая. Наибольшее количество участников по 85 семей в Дзунхемчикском, Кахемском, Кызылском, Судхольском, Тандинском, Тесхемском, Улукхемском и Ерзинском районах, городах Кызылы и Агдавурак. В зависимости от плодородности почвы определенных местностей, жители планируют получить от 7 до 11 с лишним тонн картофеля в одном районе. В Байтаге и Чехоле социальный картофель высадили по 75 семей. 74 участника у Пехемского района. В Барунхемчикском и Аверском районах в проекте участвуют по 65 семей. В труднодоступном Терехольском районе картофель высадили 30 семей. За получением социальной поддержки на основе социального контракта обращается один из членов малымюшей семьи, заявление с моноадминистрацией по месту постоянного жительства. Основной целью проекта социальной картофель является реализация трудового потенциала семьи, повышение уровня социальной ответственности граждан. Основными задачами проекта являются выход из трудной жизненной ситуации семьи, самообеспечение семьи натуральным продуктом в течение года, самозанятость членов семьи. Критерием отбора является малообеспеченность семья и ранее не получавшая социальную поддержку в виде картофеля. В Туве разработана дорожная карта по увеличению продолжительности уровня жизни. Она состоит из двух комплексов мер, направленных на формирование здорового образа жизни и снижению смертности населения на территории региона. В Козеле должны появиться торговые точки для продажи диетических продуктов местных производителей. Также в комплекс мер по снижению смертности населения входит четыре основных направления. Снижение смертности от болезней, системы кровообращения, дорожно-транспортных происшествий, новообразования и от туберкулеза. Стоит отметить, что Минздрав, Тувы, обеспечит сбор анализов таких болезней, как анемия, ожирение, гиперплазия и щитовидной железы. Так, в рамках дорожной карты планируется пропаганда здоровых продуктов. Отдельно прописаны меры по профилактике алкоголизма, наркомании и туберкулеза. Также продолжатся совместные рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкоголем. В рамках сотрудничества с органами местного самоуправления планируется открытие центров помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в Агдавураке, Шаганаре и Чидане. Эта мера направлена и на снижение уровня общей преступности.